Девушки отдыхают Обида Огорчение, обида Непрощение Четыре слова Слово огорчение Не само по себе, но смысл этого слова Связано в основном с эмоциями Огорчение — это эмоция И огорчение ощущает каждый человек Кто-то больше Кто-то каждый день По 10 раз в день Может, по 20 раз в день Кто-то раз в неделю Но каждый это ощущение На себе переживал Но обида — это не только эмоция Это уже твой выбор Огорчение — это не выбор Это ощущение, которое неизбежно для каждого Точно так же, как страх или радость Это ощущение Но обида — это уже твой выбор Это то, что ты делаешь с огорчением Непрощение По сравнению с обидой Обида может быть Часть жизни человека у кого-то больше, у кого-то меньше Но когда он чувствует себя огорченным Он отлучается, отделяется Не говорит там грустное Кислое лицо Но это кратковременно Пока не примиряется и так далее Так бывает и происходит Но если это происходит часто Идет глубже И становится системой Появляется непрощение А непрощение — это уже стиль жизни Образ жизни Это уже конкретная позиция Конкретной церкви Конкретного человека Конкретным обстоятельствам К церкви, к Богу Например, есть люди, которые обижаются на Бога Обижены на Бога Это не так, что «Ой, сегодня я обижен, завтра буду хорошо себя Относиться к Богу» Нет, у него кто-то умер Он где-то что-то видел Он научился в школе Бог зол, плохо Почему в Африке дети умирают Если бы был Бог Тогда моя мама не умерла бы И не попала бы в катастрофу и так далее Он обиделся, и это его позиция И Бог никогда не хорош для него Это позиция его Это непрощение И непрощение приносит вред И в твоё эмоциональное здоровье И в физическое здоровье В твоих достижениях И в остальной жизни То это меняет вообще направление твоей жизни И слова Иисуса «Если ты своему брату не прощаешь, я тебе твои грехи не прощаю» Слова Иисуса, они очень радикальные И мы знаем, что на Библию мы смотрим через слова Иисуса И Иисус несколько раз упоминает, как можно потерять жизнь вечную, если ты живёшь вне прощения Поэтому это важная тема Если её понимать и использовать, и потреблять, тогда ты станешь сильнее Потому что только прощающие люди, а не сильные Только те, кто способны прощать Иисус даже висел на кресте и говорил «Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят» Жизнь в прощении «Если огорчение — это только эмоции, тогда обида, непрощение» И прощение — это уже выбор Это то, что ты можешь сделать сам То, как ты относишься к огорчению То, как ты относишься к обиде Итак, огорчение, обида, непрощение и прощение Коротко пройду через главные мысли, важные И потом мы возьмёмся за местописание и выясним некоторые важные вещи Что же говорит Библия? Бог будет работать в тебе Есть свой плюс, что я больше говорю Есть свой плюс, когда концентрирование Итак, мы очень концентрированно воспримем всю эту пищу Первое — это прощение, оно внутреннее и внешнее есть Что такое внутреннее прощение? Это то, как ты думаешь То, как ты думаешь И то, как ты себя чувствуешь Но внешнее — это то, как ты поступаешь Прощение, друзья, — это действие Это не эмоция, в первую очередь В первую очередь, образ мышления, как ты сам думаешь Если тебя обижают, если тебя огорчают У тебя это ощущение к какому-то человеку Или, в конце концов, к Богу Даже погода может огорчить, друг Когда я в среду приехал на море в Салкрас Ясно было в прогнозах написано, в двух прогнозах Что будет только солнце Я приехал, ехал, и было солнце повсюду, везде вокруг Я на мотоцикле еду И приехал в Салкрас, и там тучи до горизонта Друзья, мы еще вернемся к этому заключению, как все закончилось Я сказал, как раз там вернемся, но это была трагедия Я планировал, ехал специально, на целый день все отменил, чтобы быть там А тут холодно и тучи Даже в куртке мне было холодно Но пустая была Весь пляж пуст Это ощущение Но что я думаю внутренне По отношению к тому, что я чувствую И что я потом делаю по отношению к тому, что я ощущаю Как я поступаю? Итак, внутреннее и внешнее прощение Внешнее — это мои действия Внутреннее — это мои мысли и ощущения Далее В первую очередь, прощение — это мышление Образ мышления Во-вторых, работа, дела И в-третьих, эмоции Если эти вещи не понимать, непонятны Тогда человек фактически в болоте Все зло мира, в большей мере Если на энкаунтрах мы все были же И мы с чего начинаем всегда? С духа непрощения и отверженности Откуда все начинается? От непрощения Непрощения Если мы соблюдали заповедь Возлюбие Бога и ближнего своего, как самого себя Как его можно любить? Прощать нужно? Ты же не можешь созидать отношения, если ты не прощаешь человека Когда ты ходишь таким грубым Когда ты обсуждаешь его В конце концов, Каин убил Авеля И это не прощение Это ограничение За что? За то, что Каин Жил грешным образом жизни А Авель был благочестивым Потому что жертву Авеля Бог принял А на жертву Каина Не смотрел Не обратил свой взор Просто нужно было такую же жертву приносить А что он сделал? Он взял и убил брата Откуда? От непрощения Если я буду соблюдать заповедь Возлюбие ближнего своего, как самого себя Тогда и мы, и весь мир был бы абсолютно другим Но, увы, без Бога невозможно прощения Можно физически Можно Попробовать, попытаться Но, я думаю, будут такие проблемы Где без Божия Без Бога невозможно решить Бог говорит Прощайте, как я простил вам Иисус простил нам все наши грехи И Он говорит Как я простил тебя Так и ты прощай Не только брату Но и врагам Он говорил на кресте Ибо не ведут, что творят Прости и хочешь Бывают разные ситуации С разным подходом и так далее Две темы у нас Чтобы мы полноценно понимали эту тему А прощение Чтобы не было каши в голове Но ясность в этих вещах Чтобы ты полноценно жил в прощении Были здоровыми Богатыми И вошли в вечную жизнь Аминь Следующее Важная Мысль О которой мы будем говорить Во всем этом учении Огорчение Ощущение огорчения Бывает у каждого Как я упоминал Коротко ясно Ощущение Огорчения бывает у каждого Но последующее Отношение к этому Это выбор И далее уже обиды Это выбор Есть обоснованная обида Следующая Обоснованная обида Есть необоснованная обида В обоих случаях нужно прощать. Обоснованно тебе кто-то выражает критику или не обоснованно. Относятся к тебе плохо какие-то обстоятельства, обоснованно или не обоснованно. В любом случае, правильный вариант – это прощение. Но важные отличия имеются, когда у тебя обоснованная обида, когда тебя обоснованно обижают или не обоснованно обижают. Например, простой пример, который в повседневной жизни во всей Латвии, полный мир – это семьи, ссоры семейные. Если сейчас во всем мужчины виноваты, это такова политика. И в Латвии такая же политика. Злые, нехорошие мужья. На самом деле все истина другая. Но так все преподносится, что… И часто так и бывает. Если муж играет в азартные игры, маленькие дети, а муж играет в азартные игры, деньги домой не приносят. Детям же нужно есть. Крыша над головой нужна, а ты не можешь заплатить. И твои доходы он тоже тратит. И, например, с обидой ты справляешься. Но ты любишь этого человека, ты справишься с обидой, ты не обижен больше. Но ты берешь свой чемодан и уходишь от этого мужчины. Потому что ты отвечаешь за детей, ты отвечаешь за свою жизнь. Ты же должна есть, ты должна одеваться, нормально расти, воспитывать детей. А с таким человеком невозможно больше жить. Невозможно. Но если ты хочешь жить вообще, если ты хочешь умереть с голоду, то оставайся. Если ты хочешь, чтобы сиротский суд забрал твоих детей, тогда уходи. Оставайся, конечно. Ты уходишь в другое место. Ты не женишься, не выходишь замуж заново. Но зарабатываешь и наслаждаешься. Тебя не отдаешь в азартные игры, чтобы муж тратил. Обида – это когда? Ну, это видно в человеке, когда он становится кислым, он был огорчен. Обоснованно, не обоснованно, неважно, огорчен. И потом у него кислое лицо, и потом он не говорит, нападает, наоборот. И терроризирует постоянно. Или обсуждает тебя. Может, даже в суд на тебя подает и так далее. Или даже убивает. Твое отношение в этом случае, ты его любишь, но ты не можешь жить с ним вместе. Это не огорчение, это не обида, и это не непрощение. Это обоснованная, то есть есть обоснованная и необоснованная обида. Прощение, непрощение, обоснованное, необоснованное. Но важно, в обоих случаях нужно прощать, но отношение к этому человеку у тебя будет другое. Если речь идет о твоем личном здоровье, о безопасности, если речь идет о эмоциональном здоровье, тогда нужно понимать, что в каждой ситуации там по отдельности. Нужно поконсультироваться, может быть, с пастором, если ты в церкви. Как поступать? Каждая ситуация будет разной. Но ты прощаешь, но ты не говоришь с ним больше. Ты прощаешь, но ты больше не живешь с ним. А ты обиделся. В церкви тебя учат, что ли, так обижаться? Просто не нужно быть послушным мужу. Тебе пастор не учил о прощении? Прощать не значит позволять себе наступать на голову, друзья. Иисус же на кресте позволил себе наступить на голову. Иисус еще до того, как умер на кресте, он сказал фарисеям, вы отбеленные гробы, порождение ехидны, весь суд, ад, ад на вас. Умер он добровольно, чтобы выполнить Божий план. Смерть за грехи и воскресение. И каждый, кто верит в это, будет спасен. Это любовь Божия. Выяснили? Есть разница. Прощение в обоих случаях, но в некоторых случаях это прощение может выглядеть как непрощение. Но это неправда. Ты должен сохранять свое сердце чистым. Своё сердце. Если, например, в церквях бывает, в нашей церкви тоже кто-то иногда огорчается. Потом начинает зло говорить, плохое говорить о пасторе, о лидере, о других людях, о людях в церкви. Что ты делаешь, если ты лидер или ты патриот церкви просто? Что ты будешь делать? Чтобы не огорчить других людей, его дерьмо, потому что этот яд, он часто липнет к другим людям. Что ты будешь делать? Ты скажешь другим людям. Он огорчен, он говорит неправду. С ним не нужно контактировать. Но что он думает об этом? Он выяснит, что ты что-то подумал, и скажет, что ты что-то сказал, и скажет, что ты обсуждаешь его за спиной. Но нет. Ты просто защищаешь своих людей. Ты рассказал информацию. А он будет думать, что ты обсуждаешь, что ты не прощаешь. Нет, ты прощаешь. Но если ты действительно не прощаешь сам, если ты настолько болезненно все воспринимаешь, не можешь нормально реагировать, особенно лидеры в эмоциях реагируют, это уже другая проблема. Это уже действительно будет обсуждение. Но ты это делал только потому, что это правильно, чтобы защитить церковь и так далее. Воспринимать, как хотите. Я простил, но я буду говорить, что ты плох. Итак, если пастор говорит о ком-то, что этот человек плох, обоснованно. Если он обоснованно-то говорит, защищайтесь от этих людей. Он звонит девочкам, вызывает, и старается получить на одну ночь девушку. Я говорю, что он так делает. Ты же не обсуждаешь его, а ты просто хорошее дело сделал и сказал, что это опасный человек. Нет, нет, пастор обсуждает. Нет, 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 он не обсуждает. Я тебя люблю, все в порядке, я понимаю, что ты борешься с грехами и так далее, но так нельзя. Иди и где-то в другом месте так поступай. Вот прощение. Аминь. И дальше пункт. Следующий пункт. Никакие смены обстоятельств, даже церквей, даже, если честно, смена группы не решит проблему, не решит огорчение, не решит обиду. Это не решает. Решает только прощение. Скажи только прощение. Уйти из церкви в огорчение это самая большая ошибка. И этого мы коснемся в следующее воскресенье, которое будет в следующий раз. Потому что уже не остается жертва за грехи. Идем к местописанию. Евреям 12.15. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. То есть благодать Божией можно лишиться. Божья милость для спасения всегда будет. В любой момент грешник может прийти ко Христу, хоть перед смертью. Он приходит ко Христу и получает прощение. Но можно лишиться благодати Божией. Таким образом, что чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. И чтобы им не осквернились многие. То есть еще многие могут оскверниться от этого горького корня. Огорчение. Если я выбираю обижаться, если я выбираю не прощать, я выбираю. Это твой выбор. Ты все можешь силой возлюбившего тебя. Это не проповедь не о том, что я все могу. Нет. О том, что ты можешь простить. Обоснованно, не обоснованно. Иногда кажется, что к нам относятся плохо. Но это так кажется. Ты так думаешь, потому что у тебя дерьмо внутри. У тебя дерьмо внутри, поэтому ты так болезненно все воспринимаешь. Постоянно обиженный. Если не справиться с этим, то можно утратить, лишиться Божьей милости, благодати. Если неправильно относиться к обидам, огорчению, и ты углубляешься в непрощение, не знаю и в какой момент, но Божье слово говорит, что можно лишиться. И дискуссия не подлежит. И многие оскверняются. Когда огорченный человек говорит с нормальными, больные люди делают больно другими. Обоснованно, не обоснованно. Есть люди, которым нельзя ничего сказать. Есть люди, которым все что угодно можно сказать. Невозможно воспитать, невозможно помочь человеку, который обижается, у него непрощение. И такие люди, они огорчают и оскверняют других. Одно яблоко гнилое, дело гнилыми, остальные вокруг себя. Нужно освободиться от этой проблемы. Но, как Сталин говорил, нет человека, нет проблемы. Латвии, нет проблем. Знаете, сколько наше правительство сделали против России, против Беларуси? Такие вещи сказали, еще и флаг сорвали. Как сумасшедшие, больные собаки это делают. Здесь не идет речь о прощении. Это не значит, что нужно всех принимать, всех соседей и так далее. Но есть какая-то граница. Это же видно, что человек просто с ума сошел или у него непрощение, и он не думает головой. Жизнь прощения – это жизнь с головой. А потом эмоции следуют. Огорчение, обида, неопрощение и прощение. Хорошо, что это последний пункт тоже есть. Значит, прощение нам доступно. Испот 1523. Знаешь ли ты такого человека по имени Мара? Знаешь ли, что значит Мара в переводе или Мера по-русски? Горькая. Горькая. Не нужно менять имя и фамилию. Не нужно думать о ней как о Горькой. Но, возможно, на другом языке будет что-то иное. Значит, я не знаю, на индусском, может быть. Не так существенны эти имена, на самом деле. Не сути важно. Но здесь так написано, что они попали в Меру и не могли пить воды в Мере. В Израиле. Израильтяне в пустыне. Они не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя? Наречено Меру. Горькая вода. Друг. Горький человек, его невозможно пить. Огорченный человек, когда ты с ним контактируешь, он невозможно контактировать. Он неподходящий. Он ни на что негодный, непригодный. Библия ясно говорит, может ли один источник выдавать и горькую, и сладкую воду? Так не бывает. У меня была мысль. Не получилось, наверное, по времени показать картинку, где обиженный ребенок. Обиженный ребенок выглядит просто противно. Ничего тебе я не должен. Что дам, то будет у тебя. Ты не видел таких обиженных детей? Таких очень обиженных. У него такая длинная-длинная губа. Такие же и взрослые, к сожалению. И с ними неприятно контактировать. Он неприятен. И знаешь, вся его жизнь практически, она не будет приятна Богу. От горечи исходя следует, если ты не справляешься, следует много разных проблем. Вплоть до проблем со здоровьем. Вплоть до проблем со здоровьем. Например, у меня есть такая информация, что если в семье есть непрощение между родителями, много там ссорятся и так далее, тогда у детей может быть астма. Это уже по опыту я знаю даже. Астма. После предыдущего проповеди подошел медик ко мне и сказал, ты прав, пастор. Он знает по опыту, что у детей, если астма, то очевидно, что родители, нехорошее у них отношение между собой. Это влияет на здоровье. Не только твое, но и детей. Непрощение. И Моисей молился, что же делать? И Бог ответил, Господь указал на дерево в 25 стихе, и он пустил воду, и вода стала сладкой. Это сверхъестественно. Так просто вода не бывает сладкой, не становится. Это чудо. Друг, прощение делает чудеса. Скажи, прощение делает чудеса. Аминь. Это дерево, которое сделало горькое сладким. Иди сделай это. Иди подружись. Иди сделай что-то. Подари что-то. Прощение — это действие. Независимо от того, что ты делаешь, что тебе там сделали. Примирись. Ты думаешь, там будет такая реакция. Нет смысла. Друг, прощение делает чудеса. Сам Бог на прощении. Идесянам 4.30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия. Всякая горечь будет удалена от вас. Итак, огорченный человек, что он выбирает? Он начинает думать зло на человека. Он огорчает таким образом Святого Духа Божия. Его можно оскорбить. Хотя да, Бог абсолютно благ. Но скажи, как с таким противным, кислым человеком Бог может ужиться? Богу это неприятно. Дух Святой огорчается. Он отходит в сторонку. И у дьявола есть место, где работать, действовать. И виноват только ты. На энкаунтерах первый пункт у нас какой? Отверженности. Непрощение. И гнев. Зло. Мне отвергали и хотели аборт сделать, поэтому я такой никакой. Груб. Отверженность сама по себе не может ничего сделать. Но отношение к отверженности непрощения к людям. Только что брат сделал вакцинацию у кого-то. Тиби Джошуа, известный в мире евангелист, пророк, он мертв. Он был, он вакцинацию поддерживал. Разве не за что обижаться, друзья? У нас постоянно вокруг объекты, которые нас отвергают. Ну пусть отвергают. Что мне с того? Каково мое отношение? Что я думаю об этом? У нас у всех есть вызов вокруг нас. Мы должны сканировать себя, анализировать, проверять, делать выводы и выбирать. Этому я прощаю, этому не прощаю. Аллилуйя. Итак, можно огорчить Духа Святого. И Второе царство 17.17. Четвертое царство 17.17. И проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь и гадали и волшебствовали и предали тому, чтобы делать неудобное в очах Господа и прогневать его или огорчить его в латрижском переводе. Знаете, что будет, если ты будешь прогневаясь Бога и его огорчишь? Сейчас прочитаю. Четвертое царство 23.26. Написано, «Однако же Господь не отложил великие ярости гнева своего, которую воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, каким прогневал его монассия или огорчил в латрижском переводе. Когда ты огорчишь Бога, Он огорчит тебя. Мне кажется, это честно. Если жена дома постоянно терроризирует мужа, однажды у нее будет фингал. Даже или наоборот. Пьет, 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 играет в азартные игры. Однажды, если жена сильная, будет фингал или не сильная, вернешься из своего казино однажды. Смотришь, больше нету ни вещей, ни жены. Ты один. Совсем один. Аминь. Но у меня хорошая новость. Знаешь, когда мы начали церковь, Христос миру, и начало у нас было в гостинице Моряки один год, а потом уже в Академии наук. В какой Академии? В Академии наук. Несколько лет мы там собирались, и очень хорошее место было. Мы были такими основными жителями в Академии. Все были наши, все эти охранники. Там было хорошо. Я помню, что одну конференцию мы организовали. Я пригласил одного человека, пригласил такого, который не совсем заинтересован был в нашей церкви, которого я, наверное, тоже огорчил, но тем не менее он проглотил лягушку, и он говорит, что я очень переступил через себя, чтобы приехать, еще больной. И он зашел в зал, посмотрел, и увидит, что много людей. Удивился, наверное, что здесь все-таки есть. Думал, что ничего не будет, но все-таки есть. И знаешь, что он сказал? Давид тоже из разных людей непригодных сделал команду. Я даже не обиделся. Знаешь, почему? Потому что Давид действительно из непригодных людей сделал команду героев. Смотри, первый царств, 22-2, и собрались к нему все притесненные, и все должники, те, кто в казино играли, наверное, и все огорченные душою. Представляешь? Это была его команда, начало его команды, те люди, с которыми он начинал. Огорченные, они же горькие, они же непригодные. Давид сумел из этих людей сделать героев. Почитай о героях Давида. Это команда мечты. Они шли, они такие спинства делали. Представляешь, когда Саул со всей своей армией спит, Давид говорит, кто? Просто ради прикола. Кто принесет мне кружку с водой из лагеря Саула? Кто принесет? Я, 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 я. И пошли, и принесли. Представляете? Принесли. В другой раз они сходили и он спал и забрали у него копье. Через всех телохранителей они прошли мимо, взяли копье и говорят, эй, Саул, смотри, какая у тебя команда никакая. Когда Саул вошел облегчиться в пещеру, Давид отрезал от его, подол от его одежды. Мне не нравится, что ты гонишься за мной, но я не огорчен. Я мог тебя убить, но я не убил тебя, смотри. Вот какова была его команда. Друзья, я согласен, что в начале, когда мы начинаем церковь, приходят люди из других церквей и те, кто приходят из других церквей, обычно это не всегда, но так бывает, особенно, если молодая церковь, огорченные люди собираются, такие, которые кисели в голове. Но, друзья, мы выросли героями, и я герой. Аминь. И ты в команде, скажи, я герой. из разных непригодных людей мы сделали команду. Мы всю Латвию ставим на уши. Аминь. Злые духи трясутся и боятся Церкви Христосу Миром. Вас дай громкую, слава Богу. На следующей неделе будет хорошая погода. Это была реклама, рекламная пауза новости погоды. Используйте. До 28 градусов будет. Используйте. Поезжайте к воде и еще куда-нибудь. Где еще спасаться в 28 градусов, если не у воды? Идем дальше. Рекламная пауза закончилась. Даже в хоккее есть рекламная пауза. Люди играют, играют в хоккей, и вдруг в телевидении тоже транслируются рекламы. Это тоже была рекламная пауза. У вас проблемы? Их решит фирма Аусаквейтис. Кто-нибудь помнит такую рекламу вообще? Это было давным? В начале свободной Латвии. Первая реклама, потому что поэтому мы и помним. Первая реклама, которую показывают по телевидению. У вас проблемы, их решит фирма Аусаклиц. Как юридическая фирма или что-то такое? Страховщики. Ну, да. Аусаквейтис. Наверное, уже больше нет таких. Выросли уже большую звезду. Сегодня я узнал, что Аурига это тоже звезда такая есть. Какие там еще звезды были? Всю семью, всех детей называем по имени звезды. Классно, да? Видите, как он верил своих детей, что они звезды. Ты будешь звезда. Ну, может быть, не весь. Скажи, я буду звездой. Аминь. Если ты будешь жить в прощении, то ты правда будешь звезда. Прощение это не прощение, это барьер для достижения. Прощение, оно делает сладким все. Все горькое. 1 Фессалоникийцам 2.2 Апостолы Павел он говорит так, но прежде пострадав и быв поруганным, обижен Филиппа. Павел часто переживал обиды со стороны иудеев. Очень много гонений и обид. Он говорит так, прежде пострадав и быв поруганным, обиженных Филиппах. Как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Достижение апостолов, успех апостолов объясняется тем, что они жили в прощении. Это не было бы возможно, если бы они не прощали. А как они это делали? Смотри. В Боге нашем дерзнули ту энергию, которую дает огорчение. Огорчение это эмоции, а эмоции это энергия. Энергия в тебе. Ух! Как там сейчас? Как выцарапаю все глаза. Но ты так. Стоп. Ехать направо. И ты энергию направляешь. О, как буду проповедовать сейчас, потому что это единственная надежда для всех тех людей, которые обижают других. Аминь. Нет другого пути. Можно там законы придумывать и так далее. Нет. Внутренние изменения, которые Христос дает через рождение. Слышь. Буду проповедовать Евангелие. Вот как поступали апостолы. Вот как я советую поступать тебе. Используй ту энергию в правильном русском и в правильном направлении. Мы в Боге дерзнули в Боге. Матфея 6.16 6.12 Не прости нам долги наши, как и мы прощаем белошникам нашим. Иисус учит нас молиться. Когда мы говорим и Боже, прости нас, если мы что-то сделали, мы признаемся в каких-то грехах. Но Он говорит прости нам, как я прощаю. И в 15 стихе А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших. Точка. Если ты не прощаешь, вот, можно утратить милость Божия, если ты выбираешь образ жизни непрощения. И это слова Иисуса. Мы смотрим через слова Иисуса, через Новый Завет. В Ветхом Завете и в Новом Завете говорится, если ты не прощаешь, брату, то тебе не будет прощено. Поэтому так важна эта жизнь в прощении, чтобы у тебя был успех и благословение в твоей жизни. И это очень наш, это молитва. Это значит, что прощение и непрощение, они связаны с молитвой. Одно, что связано, что связано, если человек молится в непрощении, он не может помолиться. Представляешь, какое у тебя замкнутый круг. Если у тебя непрощение в молитве, то как ты можешь победить без молитвы это непрощение? Так спокойно можно лишиться спасения. Ты уже не можешь помолиться нормально. Пока ты можешь молиться, пока ты можешь прийти в церковь, пока ты можешь быть в своей группе, у тебя будет надежда. Пока у тебя, когда у тебя не будет этого инструмента, друзья, непрощение, это очень сильное оружие сатаны. И ситуации такие, что без молитвы ты не можешь победить. Смотри, Марка 11-25. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имейте на кого. дабы и Отец ваш небесный простил вам согрешение ваше. Это молишь. Будь в прощении. Но для того, чтобы получить это прощение, ты должен молиться. Поэтому личные отношения с Богом очень важны. Быть в церкви, самое больное, что ты можешь делать, это обидеться на кого-то и не прийти в церковь. Это самое ужасное, что ты можешь делать. Как только ты не в церкви, дьявол уже ликует, вырвал тебя из церкви, где ты мог вообще простить, и у тебя была возможность, где сила Божия есть. И из комнаты молитвы тоже тебя забирает. У нас еще 4 местописания, и потом, наверное, конец. Все всем просят. И будем ждать следующую пробоведь. Но эти местописания не такие короткие, поэтому еще не двигайтесь так много, так сильно. все уже начинают двигаться. Осталось всего 4 местописания. Все очень-очень-очень. Двигаться что-то уже откладывают. Все прошло, кончилось. Друзья, только начинается все. Нужно быть пастором, который умеет конкретно все говорить и не болтать. Ну ладно, сейчас начал болтать и уже потратил минуту. Исход 34,7. Бог, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступления, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов, в детях, и в детях детей до третьего и четвертого рода. Здесь в этом местописании написано, что до четвертого поколения дети могут получать в наследство грехи и последствия греха родителей. И я проснулся уже с темой, если родители живут вне прощения, тогда последствия будут на детях. Поэтому, друзья, давайте будем думать о своих детях, как вы живете в своих семьях. Подумайте о детях. Если ты лидер группы, если у тебя не прощение, тогда последствия будут в твоей группе. Если у пастора не прощение, тогда последствия будут у всей церкви, потому что там есть место для дьявола. твое непрощение неизбежно негативно будет влиять на твоих детей. Ближних, если ты лидер твоих людей. Псалом 102, третий стих. Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои. Это хорошая новость, что он прощает все твои грехи и исцеляет все твои недуги. Но ты видишь, что в одном предложении есть прощение и исцеляет. Исцеление. Поэтому прощение связано с исцелением. О ней прощение связано с болезнями. С болезнями. Эмоциональные, духовные и физические. Неудачи, несчастья. Но хорошая новость в том, что он прощает все грехи и исцеляет все недуги. Это хорошая новость. Каждый человек, ты, я, каждый может справиться с обидой, с горечью, огорчением. Каждый может выбрать. Каждый может справиться. Не прощение. Каждый может простить и жить в благословении. Ефесянам 4.31. Автор послания к Ефесянам ясно говорит, всякое раздражение, ярость и гнев, в том числе и огорчение. Да будет удалено от вас. Да будет удалено от меня огорчение. Каждая горечь пусть будет удалена от меня. Далеко-далеко. Скажи, каждая горечь да будет удалена от меня. Каждый может справиться. Матфея 18.22. Иисус говорит, когда Петр пришел ко Христу и сказал, видимо, Петру какой-нибудь Янис или еще что-то обижал его. Он самый маленький был, наверное, Янис. Ой, Иоанн. Из разных источников следует, что он был очень молод. Зеленый. И очень возможно, что он обижал Петра. Даже за столом Иоанн лежал, возлежал у груди. И когда нужно было что-то выяснить, тогда Петр говорил, спроси у него, спроси ты. Не знаю, кто кого обижал, но в команде у Иисуса апостолы не могли между собой ужиться. Могли? Ты не можешь вспомнить какой-нибудь случай? Такой четкий случай, когда они были очень гордыми, у них много было непрощения и очень много места для непрощения. Помните какой-нибудь случай? Например? Когда сыновья грома пришли к Иисусу вместе с мамой еще к тому же. Иисус обещает, что ты будешь делать то, что мы попросим. Иисус не обещал, но спросил, что вы хотите? Мы хотим, когда ты будешь своим царством, быть над всеми. Мы хотим быть один у левой твоей руки, второй у правой руки. Иоанн. Иаков. Иоанн и Иаков, правильно? Сыновья Сабедея. Один слева, другой справа будет сидеть. Иисус говорит, правители угнетают слабых, большие правители в мире, а среди вас так не должно быть. Если вы хотите быть выше других, то служите. И часто Иисус говорил, если вы брату не прощаете, то я не прощаю. Точка. Как же важно в церкви прощать. Важно, важнее всего. Это будет следующая тема, но невозможна церковь. Она не может функционировать. Основа церкви это прощение. А без прощения это невозможно. Церковь может распасться. Церковь не будет. Это огромный грех не прощать брата. И сестру тоже. Пастор сказал, только братьев нужно прощать. И Петр подошел к Иисусу, неважно, Иоанн ему что-то сказал или что. Он не называет по имени. Он просто говорит, Иисус, Господи, сколько раз прощаете брату моему согрешающему против меня? До семи или раз? Он вспомнил какую-то традицию, привычку. Говорит, семь раз достаточно, и потом все, можно по голове уже ударять. Семь раз? Хватит? Раз он так спрашивал, значит, он надеялся на положительный ответ. Иисус ответил. Не говорю тебе до семи, но до семидишь до семидесяти раз. Итак, берем калькулятор, считаем. Ага, 490 раз. Нет, Иисус имел в виду жизнь в прощении без вариантов. Без вариантов. Есть много местописаний, которые мы прикоснемся в следующем проповеди. например, Луки 17.34. 17.34. Наблюдай за собой, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покаяться против ему, и если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет каюсь, прости его. Жизнь в прощении, это как закон. Отношение может быть к другим. Можете заметить, если он грешит и приходит к тебе и признает, что он согрешил. Ну и продолжает, то есть семь раз он продолжает это делать. Признает, но продолжает, но это лучше, что оно. Он говорит, прости. Это не значит, что с этим братом должен продолжать. В любом случае, жизнь в прощении. В церкви нет вариантов, нужно оставаться в содружестве. И в заключение о том, что же произошло в Саулкрасах. Я в двух источниках смотрел, солнечно будет, достаточно градусов. Я приехал туда, и все темно. Я думаю, ну что же это за такой прогноз погоды? Кто его пишет вообще? Я был несчастен. Сидел, хотел, что... Знаете, когда хочешь что-то купить и не получается, кто-то обещает и не подводит потом. Знаешь, потом такое буря от эмоций, не хочется больше гнев или обида, горечь. Как у кого? Сумасшедшие люди в флегматике. Сумасшедшие. Я никогда не видел, чтобы они обижались. Они не обижались. Но знаешь что? Когда они обижались, тогда все. Когда они обижаются, тогда все, конец. я холерик. Холерик это очень соответствует. Так что ты сразу же быстро загораешься и так же быстро растаиваешь. А в флегматике у них все всегда в порядке. Но когда я их видел, когда действительно что-то находит, тогда все, конец. Ты можешь приходить, дарить подарки, на коленях молить их. Он тебе еще ногу на голову тебе поставит, ничего не будет. Не получится, ничего не знаю. Друзья, и холерики, и флегматики, меланхолики, все остальные, сангвиники. Друзья, ко всем относятся в любой ситуации. Жизнь в прощении. Особенно это относится к братьям между собой. В первую очередь к братьям и сестрам. К сестрам и братьям, к братьям и сестрам. Братья и сестры, сестры и братья. Все между собой должны иметь любовь. Знаешь, как Иисус говорит? Не Иисус, а в Псалме написано. Как хорошо и как приятно, когда братья вместе. Это как драгоценный елей течет в твою бороду, по бороде. Знаешь, о чем там речь идет в этом Псалме? Я знаю, я исследую. Это будет в следующей проповеди. Потому что у Отца всегда было много сыновей. У них у всех были много сыновей и все были важны. Самый главный был первородный. Он получал все эти наследия как старший. И очень часто были конфликты между этими сыновьями. И это грозило, что они друг друга могли даже убить. И они так и делали, что и с Иосифом сделали. Что с Иосифом сделали, его продали в рабство. Это грозило тем, что Отец, его земля, его владение. Это все было под угрозой. Поэтому Псалмист поет, как хорошо и как приятно, когда братья вместе в одном духе и так же расцветает вся церковь. Это как драгоценный елей, который течет по бороде Аарона. Это настоящая пробка. Как же закончилась история в Саукрастах? В конце концов, Саукрасты закончились так. Я смотрю на горизонт черным-черном, смотрю на ветер и с той черноты ветер. Везде, по всему горизонту облака и тучи. Каким образом там могли вообще написать, что будет солнце? А я начал думать, а если это не черно, а синий? Может быть, это небо? Я думаю, ну, я просмотрел во все глаза. Смотрю в другую сторону, смотрю, смотрю, смотрю. Ну, черным-черном. А вдруг синий все-таки? В конце концов, произошло так. То, что я вдали видел, действительно, были черные тучи, но вместе с синим небом. Эти черные облака, они так и не пришли, но синее небо пришло через полчаса и над всем пляжем в Саукрасте. Видно или нет, я не знаю, но я загорел чуть-чуть. Под вечерним солнцем, но тем не менее. Друг, не все, что ты видишь, это не все, что ты видишь, как ты видишь. Там за облаками всегда солнце. Ой, черным-черно до горизонта. Отверженность, непрощение и так далее, друзья. Смотри, через облака и тебе кажется, что это невозможно, на Богу, все возможно. И этот ключ, друзья, чаще всего это прощение, просто прощение, скажи прощение, аминь. Поэтому в каждой группе сейчас подумайте о себе, особенно по отношению в церкви. Друг, пойди к своим соседям, поговори, проведи время с ними, подумай сам, с кем у тебя плохие отношения и сделай что-то со своей стороны. Аминь. Пусть Бог тебя благословит. Если ты еще не познал Иисуса Христа как своего личного спасителя, если ты не пригласил его в свое сердце, тогда я призываю тебя на сегодня принять эту возможность, принять его, молиться, молиться, покаяния, чтобы он стал Господом твоей жизни. Он хочет тебя благословить, он хочет спасти тебя, он хочет тебя исцелить, и в конце концов дать тебе вечную жизнь. Если ты тот человек, тогда выходи сюда вперед. Мы помолимся, я помогу тебе молиться, молитвой покаяния. Я буду говорить слова молитвы, они простые, ничего не нужно придумывать. Это очень важная вещь, самое главное решение, которое ты можешь сделать, принять свою жизнь и сказать Иисусу «Да». И твоя жизнь изменится. Если ты этого хочешь, твоя жизнь изменится вместе с Иисусом. Итак, помолимся, я буду говорить слова молитвы, а ты повторяй за мной. Говори громко, так, чтобы самому слушать. ты можешь закрыть глаза, чтобы было проще думать о словах молитвы. Итак, помолимся. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к тебе в молитве. Я принимаю решение верить, что ты послал своего Сына Иисуса Христа, который пришел воплотить человека на земле, который умер на кресте и заплатил за все мои грехи, который три дня был в гробу, но третий день воскрес из мертвых. Сейчас принят на небеса, одесную тебя. И через Духа Святого он здесь сегодня. Милей Скункс, Яезу, дорогой Иисус Господь, я признаю, что я грешника сам себя не могу спасти. Поэтому я прощу, прости мне все мои грехи. Я хочу, чтобы ты был моим Господом жизни. Спасибо, что теперь все мои грехи прощены. Мне принадлежит обитывание вечной жизни. И мой жизненный путь ведет на небеса. Спасибо тебе, Иисус Господь. Аминь. Аминь.